ЖАЛАЛА УНАМИЛА Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, нужно больше доверять им И тогда у нас будет очень много футболистов российских хороших Роман Забнин родился 11 февраля 1994 года в Иркутске и начал свой путь спортсмена в «Звезде». Уже в возрасте 6 лет он определился, что хочет стать футболистом и делал все для достижения данной цели. Вместе с командой они поехали на турнир в Барнаул, где своей игрой он заинтересовал многих и последовал предложение от Академии имени Коноплева в Тольятти. В этот момент и родители, и сам футболист поняли, что условия в Академии способствуют к реализации мечте. И Забнин переезжает из Иркутска в Тольятти. По окачанию Академии имени Коноплева он подписывает контракт с командой 2-го дивизиона Академии. Позже его приглашает на просмотр к себе Динамо из Москвы, но не подписывает с ним контракт, а предлагает ему аренду, после чего он возвращается обратно в Академию набираться опыта. Зимой 2013 года Динамо все-таки подписывает с ним контракт на 2,5 года. Но не успел он прийти и отзаниматься один сбор с дублем, как тут же его приглашают тренироваться с основой. Во многом это вызвало удивление, но парню дали шанс и он им вальс пользовался. И уже 19 июля он дебютирует за основу Динамо в матче с Махачкалинским Анжи в российской премьер-лиге. Удивительная история, как молодой парнишка из второй лиги становится основным в Динамо, и это до продаж всех иностранцев. А сейчас без него тяжело представить любой матч Динамо. Бамп Луаун игрок центра поля. Динамо пришел как опорник, но во второй лиге играл под нападающим. То есть Роман способен работать от края до края. Или как модно сейчас говорить, бокс-то-бокс. Роман Забнин это разгоняющий. Во многих игровых моментах он за счет своей скорости и дриблинга разгоняет атаку и после делает обостряющую передачу. За счет работоспособности Забнин создает постоянный прессинг для соперника в центре поля. И стоит задуматься, и мяч ты уже потерял. В отборах он предпочитает подкаты. За счет своих длинных ног он их делает чисто. Ведь Забнин великолепно видит поле. Может отдать неожиданный пас или вырезать на партнера отличную передачу. Где нападающий или полузащитник будет иметь лишнюю секунду на принятие решения. Удар с его правой имеет неплохую мощь. Не всегда даже вратари пример лиги могут сразу намерто зафиксировать мяч после выстрела Романа. Ну а мы пожелаем ему удачи. Надеюсь увидим его в 2018 году в футболке сборной России. Ведь такие молодые игроки это наша надежда на что-то новое от нашей сборной. Как говорится доверие к вам есть. Молодежь у нас появилась. Пришло время доказывать. Смотрите футбол. Любите футбол.